здравствуйте дорогие зрители я рад вас приветствовать на территории айти дистрикт сегодня мы поговорим на очень интересную актуальную и довольно спорную тему которая возможно пришла к нам из будущего или уже является частью настоящего это решит уже каждый для себя в итоге я предлагаю обсудить с вами тематику противостояния мобильных приложений и сайтов да и вообще мы разберем с вами существует ли это противостояние вообще если оно имеет место быть то мы постараемся понять есть в этом противостоянии какой-либо смысл мы попробуем разобраться кем являются друг для друга мобильные приложения и сайты соперниками союзниками или один является эволюционирующим продуктом из другого мы попробуем разобраться что нас ждет дальше в будущем мы будем рассматривать этот вопрос с позиции современного малого и среднего бизнеса и так устраивайтесь поудобнее мы начинаем первый сайт появился в 90-х годах но огромную популярность сайты обрели в двухтысячных все началось с обычных блоков и форумов на таких сайтов первопроходцы пытались донести какую-то информацию до своих потенциальных пользователей эта тематика была всем в новинку и поэтому была жутко интересной такие сайты имели невзрачный вид ведь у них не было особого дизайна в основном они имели следующий вид какая-то картинка по определенной тематике и черный текст на белом фоне без всякого креатива далее этот новенький инструмент подхватили на свое вооружение компании и самые продвинутые решили выделяться на фоне других наличием вот таких сайтов и знаете что это сработало но время шло и сайты просто обязаны были эволюционировать и на рынке появился запрос на появление платформ у которых была лишь одна единственная цель это продавать так появились интернет-магазины и именно этот вид сайтов сделал такие виртуальные платформы как сайты очень популярными и в основном за счет интернет-магазинов мы имеем сегодняшнюю популярность сайтов уже ближе к нашему времени с появлением компаний и предпринимателей которые занимались продажей лишь одного товара или услуги появилась необходимость очередного этапа эволюционирования сайтов рынку нужен был новый инструмент который имел бы крутой дизайн и грамотно построенную структуру со стороны маркетинга нужны были онлайн-помощники именно такая потребность привела к созданию одностраничных сайтов которые к себе еще на вооружение взяли различные онлайн-школы и компании которые решили создавать под каждый свой продукт отдельные такие мини-сайты которые позже стали называть лендингами время шло интернет развивался и стала очень популярна тенденция продвижения себя в качестве специалистов будь ты хоть дизайнер хоть айтишник хоть фотограф именно таким специалистам потребовалась особая платформа некий гибрид между лендингами магазинами и блогами именно такими стали сайты портфолио со временем развития интернета мы пришли к такой ситуации когда сайты по большей части нужны абсолютно каждому будь то эта компания предприниматель дизайнер автор или простой наемный сотрудник именно такая потребность в сайтах привела к созданию готовых движков которые стали новым порогом эволюции но это немножко уже другая история нам важно понимать что сайты очень сильно эволюционировали и плотно зашли в нашу жизнь можно сказать так что сайты наслаждались своей монополией и не заметили надвигающуюся угрозу в это время в нашу жизнь очень плотно вошли смартфоны телефоны больше не использовались как звонилки смартфоны стали универсальным устройством можно сказать вашим карманным компьютером или ключом в современную жизнь мы используем смартфоны для общения покупок развлечений обучения созидания нашего творчества в качестве фотоаппаратов и можно смело сказать что смартфоны почти заменили нам компьютеры и именно такой тренд привел к созданию мобильных приложений которые захотели иметь своем распоряжении абсолютно все от простых людей до компаний каждый наверное задумывался о своей собственной доске объявлений или магазинчики или еще каком-то универсальном сервисе но не все так просто в общем сайты ощутили явную угрозу своей монополии и началось сопротивление таким же они приходятся друг другу врагами или союзниками или это просто нормальный процесс эволюции для чего же нужны сайты стоит ли они того чтобы с ними вообще возиться у сайтов есть одна главная цель из которой вытекает множество второстепенных сайты нужны чтобы рассказать потенциальным клиентам о вас о вашей компании о вашем товаре или услуги о ваших работах то есть сайт это такой рупор через который вы можете рассказать всему миру о себе это главная цель для чего нужны сайты а уж потом через сайты можно продавать хоть товары хоть услуги показывать свой высочайший статус и уровень себя как специалиста с главной целью все понятно но вот второстепенные цели они уже довольно спорные ведь в 2020 году по большому счету сайтами никого не удивишь и поэтому вы с помощью них не покажете свой высокий статус и не дадите какие-то особенные плюшки своим потенциальным клиентам но это можно сделать с помощью мобильных приложений скажу сразу мобильные приложения бывают разные контентные сервисные игровые мы будем рассматривать мобильные приложения с другой стороны а именно со стороны малого и среднего бизнеса и попробуем понять как мобильное приложение может помочь бизнесу и разберемся конкретно что же позволит мобильное приложение нам сделать для нашего бизнеса теперь я хочу чтобы вы немного помечтали и подумали а что вы скажете на то если я вам сообщу что мобильные приложения это больше про оффлайн бизнес чем про онлайн подумайте что вы скажете на то что мобильные приложения помогают в первую очередь оффлайн бизнесу то есть тому бизнесу который находится на земле в конкретном городе конкретном районе на конкретной улице по конкретному адресу у которого есть свой круг клиентов и что вы скажете на то что если я сообщу вам такую новость мобильное приложение может повысить уровень обслуживания статус компании и привести новых клиентов через сарафанное радио к вам очень крутой инновационной компании и не важно чем вы занимаетесь бухгалтерские услуги салон красоты или маленькая пекарня любому бизнесу мобильное приложение может привести колоссальное развитие и успех что скажете подумайте об этом вообще основной целью использования сайтов всегда было и является до сих пор 2020 году привлечение новых клиентов но как вы помните мы рассматриваем оффлайн средний и мелкий бизнес и смотрите наша компания находится например на в конкретном городе конкретном районе и у нас примерно тысячи активных клиентов да мы располагаемся в конкретном микрорайоне это значит что нам целесообразно продвигаться только в нашем городе а для продвинутого привлечения стоит использовать поиск клиентов не только по нашему району но по но и поблизлежащим а можно и вовсе продвигаться по всему городу также основной целью использования сайта является просто само наличие сайта это нужно для исключения неловких моментов чтобы исключить например такую ситуацию при которой в случае если у вас клиент спросит а есть ли у вас сайт а вы такой нет 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 вырехнулись именно эти две цели наличия сайта являются основными во первых это привлечение новых клиентов через поисковую выдачу и для того чтобы просто он был чтобы не попадать в идиотскую ситуацию конечно вы можете возразить и сказать а как же ведение блога и привлечение клиентов через тематические посты ну ладно вам давайте по-честному современные социальные сети приведут вам больше клиентов через посты чем ведение блога на сайте просто видите в поиске вопрос по своей тематике вы видите что будет поисковой выдачи самые популярные соцсети и например еще будет яндекс дзен а уж про превосходство видео контента которое можно воспроизводить через такие сервисы как youtube или тик ток я просто умолчу а что же вам даст наличие мобильного приложения это уже маркетинг совсем другого уровня с помощью мобильного приложения вы сможете повысить качество обслуживания клиента увеличить статус вашей компании и показать насколько вы круче конкурентов например вы можете сделать приложение классную возможность записи к вам на прием или выбора товара вы можете дать клиенту возможность создать личный кабинет в приложении и работать с каждым клиентом индивидуально вы можете автоматически предоставлять индивидуальные акции и условия для каждого клиента в автоматическом режиме вы можете сотрудничать с клиентом и контактировать в игровой форме используя различные маркетинговые штучки вы можете вовлекать клиента в свой бизнес с помощью качественно продуманного и построенного приложения вы сможете заставить клиента на психологическом уровне каждый день просто так заходить ваше приложение просто так без особой надобности для клиента он это будет делать на интуитивной основе вы сможете например присылать уведомления клиенту какой-то сторонней информацией которая ему важно например о прогнозе погоды или расписание или мероприятиях которые проводятся у вас в городе вы можете клиенту предложить выиграть акцию на вашу услугу или товар и все это сделать в игровой форме вы сможете уведомить клиента о новых акциях попросить оставить отзыв или поставить оценку и многое многое другое все зависит от самого бизнеса и креативности и самое главное слух о качестве вашего общения с клиентами по сарафанному радио приведет к вам знакомых знакомых и так далее и вы получите колоссальную популярность в своем городе и сможете построить вот такую локальную небольшую империю это очень круто кроме того стоит забывать о том чтобы клиенту зайти к вам на сайт он должен открыть браузер кликнуть по ссылке и перед и перейти там на какой-то там сайт а ваше приложение это часть смартфона клиента это часть его жизни это продолжение его руки это психологический инструмент привязки клиента к себе можно сказать что ваш бизнес виртуально остается с клиентом навсегда да вы можете сказать что клиент вдруг сменит смартфон и забудь и забудет про ваше приложение но давайте будем честны если вы делаете качественный продукт качественную услугу причем делаете все правильно и креативно организуете работу с клиентом через приложение то клиент установит ваше приложение в топ-5 первых приложений при смене смартфона если он забудет про ваше приложение то вы неправильно строите работу с клиентами через приложение и вам стоит задуматься о вашей концепции ведения бизнеса кроме того приложение может круто организовать вашу работу таким образом что вам не нужен будет даже менеджер по работе с клиентами плане приема заказа и обзвона клиентов да и через приложение можно очень круто собирать информацию о вашей деятельности это можно все автоматизировать но это уже немного другой вопрос я как-нибудь сниму про это видео на примере пекарни итак мы определились что сайт нужен для привлечения новых клиентов через поисковую выдачу и для того чтобы у вас просто был сайт чтобы не возникали неловкие ситуации а приложение свою очередь необходимо для повышения сервиса работы с имеющимся клиентами а также для повышения вашего статуса и привлечения новых лояльных клиентов по сарафанному радио да все выглядит прекрасно но не так все просто стоимость создания сайта в нынешних условиях в 2020 году довольно низкая да и вообще вы можете сделать все бесплатно за пару дней ну неделю максимум просто создайте домен адрес вашего сайта подключите хостинг пространство на котором будут располагаться файлы вашего сайта установите систему управления контентом например wordpress выберите тему оформления то есть внешний вид вашего сайта и настройте ее на территории айти дистрикт вы можете найти множество обучающих программ по созданию сайтов сайтами все просто ведь это достаточно простая вещь особенно 2020 году с приложениями все намного сложнее существует две отдельные платформы android и ios под каждую платформу пишутся отдельные приложения так как для их создания используются разные технологии подойдет используются свои технологии под android свои я занимаюсь разработкой android приложений поэтому в ios я не сильно силен а вот для создания приложений под android используются языки верстки xml и языки программирования java и котлин плюс потребуется знания также баз данных mysql sql lite ну и некоторых других фреймворков которые разработчик android приложений используют постоянно плюс требуется знание работы в графическом редакторе ну да есть еще такой инструмент flutter он позволяет создавать кроссплатформенные приложения сразу одно под android и ios но дело в том что такое приложение будет проигрывать тем которые были созданы на родных технологиях для каждой платформы отдельно и не дай бог окажется вашего конкурента приложение разрабатывалась под каждую платформу у вас свою очередь окажется кроссплатформенное решение в этом случае вы будете в проигрыше поэтому лучше всего писать на родных технологиях а что же делать и как понять под какую платформу первоначально выбрать приложение все просто нужно либо через опрос либо с помощью визуального наблюдения определить какой платформой пользуются ваши клиенты делаете аналитику выявляете приоритетную платформу и под нее разрабатываете приложение а если приложение от вас зайдет вашим клиентам то подключите и вторую платформу это конечно все прекрасно но есть огромная проблема с мобильными приложениями для большинства малого и среднего бизнеса на просторах снг мобильное приложение практически недоступно так как его создание стоит очень дорого среднем у частного специалиста стоимость простого приложения составит примерно от 100 тысяч рублей в то же время в компании за такое же приложение попросят сумму от 700 тысяч рублей почему все так дорого все дело в трудозатратах создание приложения по времени составит от 6 месяцев до года или нескольких лет так как с ним нужно провести тончайшую работу и выверить все до мелочей как вы понимаете это займет много времени а в свою очередь время разработчика стоит очень дорого поэтому и цена высокая но нет конечно вы можете найти разработку мобильного приложения и за 15 тысяч рублей но будьте готовы к тому что возможно вас обманут а если получите приложение то ваше приложение будет глюченое с кривым дизайном и без особого функционала и в таком приложении абсолютно не будет смысла для организации высочайшей работы и улучшения сервиса с клиентами этим приложением не будет никакого желания пользоваться ведь пользователи что видят и чувствуют приложение которое сделано лишь бы как поэтому в среднем рассчитывайте на сумму от 100 тысяч рублей сайт ничего не стоит а на приложение придется раскошелиться такова реальность если вы хотите создать по-настоящему качественный продукт или сервис то задешево его не сделать кроме того стоит вопрос автоматизации некоторых процессов сайты созданные на готовых движках как правило нельзя дополнить особым оточенным функционалом характерным только для вашего бизнеса в этом случае придется писать самописный сайт а это очень дорого также как и создание приложений но только в отличие от приложений эти затраты вряд ли окупятся а вот мобильное приложение идеально подходит для внедрения любого функционала в нем вы можете сделать все что угодно в общем мобильное приложение в отличие от сайтов идеально подходит под автоматизацию процессов и дальнейшего расширения функционала проведя исследования что мы можем сказать сайты нужны для привлечения новых клиентов через поисковую выдачу а также для того чтобы просто был чтобы вы не попали в глупую ситуацию но все свое внимание стоит сосредоточить на развитие мобильного приложения с целью улучшения качества работы с клиентами и привлечения новых более лояльных к вам клиентов сайты находятся на грани между прошлым и настоящий даже можно сказать что это уже история а вот приложение это наше настоящее которое ходит далеко в будущее так тоже такие друг для друга сайты и приложения союзники конкуренты или это новый этап эволюции все просто сайты и мобильные приложения никакие это не соперники это союзники позволяющие развивать ваш бизнес комплексно но тем не менее если по существу то то мобильные приложения это эволюционирующий сайт такая эволюция вызвана какой-то мере эволюции человечества но как я ранее сказал сайты и мобильные приложения это комплекс развития бизнеса и в этом комплексе имеется еще третий инструмент как вы думаете какой это стандартные и видео соцсети для нормального развития функционирования бизнеса недостаточно какого-то одного инструмента сейчас нужно уже предлагать комплексные решения сайт для привлечения клиентов и так для галочки основной инструмент для работы с клиентами мобильное приложение социальные сети для информирования клиентов на профессиональную тематику и видео соцсети такие как youtube или tick tock для презентации дополнительной информации себе а также для презентации контента для самых ленивых кому просто не хочется читать все ваши эти посты а тот кто хочет посмотреть все видео формате именно такое развитие бизнеса ожидает нас в будущем и от этого нам никуда не деться если вы хотите достичь успеха вам нужно развивать все эти направления я рад был видеть вас на территории эти district подписывайтесь на канал ставим лайк оставляем комментарий дальше будет только интересней всем пока а